У вас на схемах лабораторных работ, если посмотреть внимательно, то вы видели, есть такое облачко, которое называется L3VPN. Вы соединены каналами L2VPN, через которые вы уже построили соседство по SPF и EGRP, то есть без проблем там соединялись. Есть у вас вот такое облачко L3VPN, которое мы до сих пор не задействовали. Друзья, надо сделать пояснение о том, что же это такое и как это в конце концов работает, как мы этим будем пользоваться. Те моменты, которые мы с вами рассматривали, облачко L2VPN представляют для вас по сути коммутатор. То есть вы не знаете, как вам отдают L2 порт и есть ваши два маршрутизатора, первый и второй. Вы задаете какую-то адресацию, в данном случае сетки слэш-30 вы делали, да, там точка 1, точка 2, там какая-нибудь сеть слэш-30 и устанавливали связанность по протоколам. Вы делали это по OSPF и по EGRP. Это помним, да? Для того, чтобы такие протоколы установили соединения, им надо быть непосредственно друг с дружкой, связанными на каком-то L2 канале. Связанными быть через коммутатор, либо это проволока, либо вы заказываете у провайдера какой-то канал, точка-точка, да, он вам его пробрасывает. Вот такой канал, он называется L2 канал, потому что он физически вам отдает как бы кусочек сети, да, вы в ней нарезаете свою адресацию, и они смогут соединиться. Почему они могут соединиться? Друг друга они как ищут? С помощью мультикаста, да, посылают hello-сообщение, видят друг друга, и все здорово. Что меняется в случае, если у нас появляется облачка типа L3? Как это работает? Вы просите провайдера соединить несколько ваших филиалов через L3. Есть некое облачко, но на самом деле его можно представить в виде маршрутизатора. И ваши коммутаторы, которые стоят, ну, не знаю, я вот такие возьму иконки, я не думаю, что... В чем здесь особенность? В том, что вот эти вот линковочные сети, которые здесь есть у вас на кончиках, slash 30, slash 30, slash 30, вот эта вот история, облачко оператора, через которое вас соединяет, оно знает лишь только про вот эти вот три сети. Сетка 1, сетка 2, сетка 3, и их между собой маршрутизирует. То есть, если пойти вот с этого IP-адреса, ну, давайте их раздам. 1, 2, здесь пускай будет, какие у нас тут будут? 5, 6, да? Здесь будет адрес какой? 8-я сеть, 9, 10, да, адреса будут 9, 10. 8-е это будет сеть. Всем ясно, почему так я раздал адреса? Или не всем? Давайте я напомню вам. 0-е это сеть, 1-е это адрес, 2-е это адрес, 3-е это бродкаст. Это будет сетка 0, slash 30. Не важно, какой там у нее адрес, абсолютно. Вот, потом дальше сетка 4, адрес 5, 6, 7-е это бродкаст. Это будет сетка 4, slash 30. И дальше будет сетка 8, 9, 10 адреса. А 8, 9, 10, 11 это бродкаст. Это будет сетка 8, slash 30. Рабочие адреса, вот они, 9, 10. Помним это? Вот этот вот маршрутизатор провайдера в общем случае. Не, ну, если мы говорим про какие-то прям там заходы прям серьезные, то можно, да, с ним устанавливать динамику и все остальное, но мы представляем ситуацию, когда он ничего не делает. Он маршрутизирует только вот эти три сетки между собой. Это означает, что у вас нету возможности из какой-нибудь сети, которая у вас находится вот здесь за вашим роутером, пойти через него. Он про эту сеть ничего не знает. Вот у него есть 3D рекли-коннекта сети, он ими оперирует. Все, больше ничего. Ну, и самая главная проблема это в том, что у вас нет прямого L2 соединения между вашими L3 устройствами. Это означает, что соседство по EGRP, OSPF, они не установят никаким образом. Такой возможности нет. Сегодня мы с вами будем обсуждать базовое туннелирование или так называемый протокол GRE, который позволит нам через такое L3 соединение пробросить такие виртуальные каналы, виртуальные соединения, туннели, которые будут представлять для маршрутизаторов с точки зрения их внутренней логики и вот такие прямые линки между ними. И имея уже прямой линк между собой, можно поднять динамический протокол маршрутизации. Ну, в принципе, и статику тоже можно отписать, не проблема. Мы с вами будем в будущем еще в лекциях говорить про VPN. Эта тема будет развиваться. Но сегодня мы с вами будем говорить про GRE и построим OSPF через GRE. Вопросы? Это вот как раз, видите, вот он наш L3 облачко, да, и строится через него туннели GRE. Здесь важно понимать, что это не обязательно какие-то арендованные каналы, это не обязательно какой-нибудь должен быть провайдер. В общем случае может случиться ситуация, что у вас просто есть, например, на вашем же предприятии какой-то ряд маршрутизаторов, на которых вы не хотели бы анонсировать какие-то сети, не хотели бы их посвящать в курс вот тех маршрутов, которые вы собираетесь пробрасывать или еще что-то делать. И через них очень легко сделать проброс туннеля GRE и, собственно говоря, пробросить какие-то сети или какую-то маршрутизацию. Ну, то есть если мы возьмем автономную систему, давайте вот так возьму, то есть это много-много маршрутизаторов, и внутри там что-то происходит, мы не знаем что. И у нас есть каких-нибудь две конечные сети, которые мы бы хотели бы связать по маршрутизации, но не хотели бы вот эту автономку ставить в известность того, что там как с этими сетями происходит. Если мы пробросим GRE тоннель, то, собственно говоря, можно связать их. И еще я вам скажу, что так, конечно, редко делают, тоннели GRE не шифрованные, поэтому в интернете их используют редко, но если какая-то патовая ситуация или нужно гнать большие объемы трафика и шифровать его тяжело, я иногда встречался с тем, что и через интернет пробрасывают GRE. Ну, например, представьте себе, две какие-то площадки крупные, серверные, одна находится в одном городе, другая в другом, им нужно очень быстро сделать бэкап с одной на другую. Они берут, сетевики пробрасывают GRE тоннель между ними, устанавливают прямую маршрутизацию, и они быстренько-быстренько прокачивают какие-то данные. То есть даже не включая шифрование, такое бывает. Теоретический блок по GRE, Generic Routing Encapsulation, то, чего сегодня будем настраивать непосредственно. Итак, мы вводно поговорили о том, зачем это нужно, теперь на практике, как это будет работать. У нас здесь изображено два маршрутизатора, которые соединены через какую-то сеть. Это может быть провайдер, это может быть интернет, это может быть просто какая-то ваша корпоративная сеть, через которую вы хотите пробросить этот туннель, чтобы не ставить в ее известность о том, что вы именно там передаете по тем или иным причинам. Есть две сети, здесь сотая и двухсотая, которые будут взаимодействовать между собой через туннельные интерфейсы. Что здесь, о чем здесь важно поговорить? Предполагается, что у нас есть некий какой-то исходный пакет. Вот он у нас изображен. У него есть, соответственно, адрес источника, source, destination, назначение, который принадлежит вот этим двум сеткам, этот адрес. Далее у него, ну, естественно, это IP пакет, да, понятно, да, что это IP заголовок. Далее у нас TCP транспортный заголовок четвертого уровня. И далее какая-то уже нагрузка, здесь в данном случае протокол HTTP. Он собирается у нас передаваться в туннельный интерфейс. Что делает ГРЭ-туннель, чтобы перенести его через сеть, которая не имеет представления о вот этих вот сетках, которые внутри будут тащить, собственно говоря, наши данные вместе с пакетом. Вот он, наш исходный пакет. Вот он, он вот тут вот оказался. Сверху к нему прикрепляется ГРЭ-заголовок. И еще сверху еще один IP-заголовок. Вот, IP-заголовок. Причем этот внешний IP-заголовок, он у нас имеет адрес источника 222. Это вот этот адрес вот этого интерфейса. И он назначается на адрес 111 интерфейса маршрутизатора R1. Вот, соответственно, вот этот заголовок будет отвечать за перенос данных вот через вот эту сеть. Вот, причем предполагается, что эти сети анонсированы каким-то образом в эту сеть. Здесь Global IP Network описано. То есть, в случае интернета здесь будут белые адреса какие-то, маршрутизируемые в интернете. В случае какой-то некой другой сети, она будет в курсе вот этих адресов, используемых на маршрутизаторах. Итак, он доберется у нас до R1. Далее R1 сбросит внешний IP-заголовок, снимет ГРЭ-туннель, распакует оставшийся наш заголовочек и отправит его в сеть назначения. Таким образом, наши сети, не объявляясь в данном случае в глобальной сети, будут работать через вот этот вот туннельный интерфейс, так называемый. Это то, что касается базовой идеи инкапсуляции. Ну, что здесь можно сказать по поводу того, как это происходит прям технически. Вот наш исходящий, ой, исходный наш пакет. 20 байт, имеется в виду, что заголовок IP имеет 20 байт, и он у нас будет помещаться в ГРЭ-туннель. О чем нужно сказать сначала? Что ГРЭ-туннель, ГРЭ-заголовок помечается протоколом 47. То есть мы помним, что в нашем IP-пакете здесь должен содержаться номер протокола ICMP, TCP, UDP. И новая информация это то, что здесь есть 47. Номер протокола 47, который скажет высшестоящему уровню, что там не какая-то полезная нагрузка, а там у нас будет болтаться заголовок ГРЭ-туннеля. Вот тут написано, что заголовок ГРЭ-туннеля 5 байт. Это не совсем верно. Наверное, какая-то ошибка. Обычно он 4 байта, но может быть расширен. Если я не ошибаюсь, до 16. То есть обычно это вот эти 4 байта. Вот. Но может быть и больше. Хотя я лично в своей практике не встречал, что больше. Давайте вот тут напишу, чтобы было понятнее. 4-16 байт. Вот. Ну, в принципе, не могу сказать, что там что-то есть серьезное. Вот. Самое главное, что у ГРЭ-туннеля есть опять же здесь заголовочек тип протокола, да, который скажет, что там. И чаще всего мы переносим здесь опять же IP-протокол. Вот. Это вот протокол-тайп. Уже знакомое вам поле. Может переносить не только IP-пакеты, но и другие протоколы. Но мы живем практически в эпоху победившего IP. Поэтому чаще всего, конечно, по ГРЭ-туннелям гоняют такие же наши IP-пакеты. Да. Наш, соответственно, исходный IP-пакет. Вот он у нас сюда переместился без изменений. То есть его IP-адрес назначения и источника не изменились. Они тут находятся. Данные тоже. Но что поменялось? Нетрудно увидеть, что если у нас раньше вот эта вот история представляла из себя 1500, вот, то теперь у нас здесь добавляется один новый заголовок раз и еще обычно ГРЭ-туннель. Это означает, что там 24 байта еще добавляется. Это означает, что если вы попытаетесь затолкать пакетик размером 1500 МТУ, да, кстати, вспоминаем волшебное слово МТУ, то ему придется фрагментироваться, если это разрешено на интерфейсе. Если не разрешено, то, скорее всего, он будет уничтожен. Там с ICMP ошибкой либо без, зависит уже от конкретной настройки конкретной железки. Вот. 24 байта. Ну, чаще всего он фрагментируется и получается один огрызок. Давайте скажем, что МТУ для туннеля для такого в общем виде будет 1476. Вот. И, соответственно, он разобьется обычно в два куска. 1476 и второй кусок, эти бедные 24 байта. Но к ним еще добавится заголовок, естественно, 20-ти байтный, да. То есть, и еще второй кусочек отрежется 24 байта. То есть, получится на самом деле два пакетика при фрагментации. Но можно это настраивать. Можно настроить какой-нибудь Adjust MSS. Можно с этим играться. И, например, TCP-сессия построится правильно через него, если будет задано правильное значение МТУ и правильное значение MSS. Да, если устройство поддерживает работу с MSS. Maximum Segment Size. Это, опять же, механизм в протоколе TCP, который позволяет использовать, выбрать правильный размер, да. То есть, туннель будет автоматически подставлять туда правильное значение MSS, чтобы товарищи, договаривающие, открывающие TCP-сессию, использовали правильное максимальное значение сегмента TCP. Кстати, с UDP такая история не пройдет. Ну, основные моменты мы обсудили. Скажу лишь, что мы касаемся самых-самых основных вещей. Ни в какие дебри мы тут не влазим. Базовая конфигурация туннеля. О чем здесь всегда стоит поговорить? У студентов часто возникают проблемы с тем, какой адрес какой. Очень тяжело себе представить, куда оконечивается ГРЭ-туннель. Почему у него два IP-адреса? Давайте попробуем это обсудить. У нас есть примеры двух маршрутизаторов и двух туннелей. Единственное, что мне здесь не нравится, как нарисованы туннельные интерфейсы. Я бы хотел нарисовать их следующим образом. Я прямо вот так жирно и сделаю такие точки. И прямо их подпишу на них, их IP-адреса. Хотя они вот тут сверху подписаны. Но я вот так вот сделаю. 2.2 и соответственно 2.1. Чтобы они были понятны. Настройка интерфейса. Создаем интерфейс Туннель 0 в данном случае. Они у нас называются одинаково с двух сторон. Имена не должны совпадать. Но я встречал оборудование, где было необходимо, чтобы туннели с разной стороны имели одинаковые имена. Но это специфичное было оборудование. Не факт, что вы с таким столкнетесь. Но в общем виде оборудование разных вендоров с двух сторон. И туннели могут называться как угодно. То есть он может быть Туннель 10, 20, 30, 40, 151 и так далее. Итак, задали туннель и его имя. Далее выбрали режим Tunnel Mode GRE IP. Почему его надо выбрать? Потому что на самом деле такой туннельный интерфейс можно создать и для других туннельных типов протоколов, VPN. То есть какой-нибудь IPsec можно таким образом создать. И в зависимости от того, что вы укажете в этом режиме, таким образом он и будет работать. Если вам нужен GRE, то здесь нужно указать, что он должен быть GRE. Далее задаем IP адрес. Вот тут важно. Вот этот адрес, который мы задали, 2.1. Есть не что иное, как сам адрес интерфейса туннеля. Так его будет видеть наш маршрутизатор у себя внутри из операционной системы. Он его будет воспринимать как физический адрес. Как будто бы между этими двумя маршрутизаторами пробросили некоторую проволоку. Ну, патч-корд, проволоку, да, я так условно говорю, да. И у вас есть прямое соединение между этими двумя точками. Вот как я нарисовал. Вот примерно, что будто бы они между собой с друг другом соединены. И внутри маршрутизатора есть такой волшебный интерфейс TU0, который прямо каким-то чудом связан с туннелем на другой стороне, у R2. Вот. Это его адрес. И вот теперь самое непонятное обычно. Это интерфейс 201.1 источника. Здесь мы указываем интерфейс, с которого мы будем строить туннель. И destination. Это IP-адрес, до которого мы будем отправлять наши инкапсулированные с ГРЭ пакеты. Важно, что должна быть связанность этих двух IP-адресов. IP-связанность. Ну, если интернет, то понятно. Это белые адреса, связанность есть. Если это вдруг какая-нибудь сеть провайдера, то там либо вам ее уже обеспечат, либо вам нужно писать какую-то статику. Если это ваши личные сети, то там у вас может быть все что угодно. Динамические протоколы маршрутизации, статика, еще что-нибудь. То есть, не знаю, какой-нибудь МПЛС. Все что угодно. Я не знаю, каким образом вы здесь обеспечиваете связанность. В ваших лабораторных работах вам придется отписывать статические маршруты, потому что вот это облако у вас будет представлять из себя маршрутизатор, который знает только про вот эти вот две конечные сетки. Он знает только Directly Connected маршруты. И именно поэтому вам нужно прописать, будет статику, чтобы достучаться до destination интерфейса вашего седнего роутера. У обратного товарища история ровно такая же, только он указывает обратные IP-адреса. Source это его источник и destination это сосед. Только после того, как они с двух сторон указаны, тогда есть возможность установить туннель. Ну, чего здесь еще не написано. Здесь не указаны механизмы Keep Alive, которые мы с вами настроим. Они очень удобные. Но на данном слайде этого нет. Роутер OSPF команда, собственно говоря, включает его в процесс 1 OSPF. Да, нужно добавить сеть самого туннеля в процесс OSPF. Тогда через вот эти вот, через туннельный интерфейс будет построена связанность по протоколу OSPF. Напомню, что пока вы между такими двумя маршрутизаторами не построите туннель, пока у вас не будет двух интерфейсов, на которых расположены две железки, и они пока не смогут друг другу отправить те самые сообщения Hello прямо на интерфейсе, они не смогут установить соседство. Поэтому, если вы имеете где-то по дороге вот тут вот какие-то роутеры, то таким прямым способом вы соседство не установите, только пробросив туннель. Настройки на втором маршрутизаторе, они абсолютно симметричные. Вот адрес туннеля, source destination, и объявляем нашу линковочную сеть туннеля в процесс OSPF1. Ну, здесь проверка. В общем-то, show IP интерфейс brief, знакомая команда. Единственное, я бы отметил, что без включенных механизмов keep it live у вас туннель будет всегда как будто бы в API. То есть, и он, возможно, никогда не будет падать. Опять же, это зависит от версии, от прошивки, от типа оборудования. Вот, поэтому я рекомендую пользоваться keep it live, либо тогда ориентироваться уже на состояние протокола маршрутизации, на WSPF. Ну, или там, я не знаю, какой-нибудь BFD, если вдруг вам придется его использовать. Вот. И можно просмотреть, конечно, информацию о самом интерфейсе. Здесь появится минимальная информация о том, как он настроен. И, собственно говоря, тип туннелирования, тип протокола. Ну, здесь, наверное, можно будет ориентироваться. Вот, кстати, keep it live, not set. Да. Здесь можно ориентироваться на счетчике, бежит по нему что-нибудь или нет. Да, если вы хотите проверить его работоспособность. Можно прямо попинговать соседа. Ну, как-нибудь вот так вот. Пинг 192, 168, 2, я не помню, там 2.2 был. Да, 2.2, да. И если он вам отвечает, то, значит, все хорошо. Значит, туннель ваш построился. Вот. Не отвечает, разбирайтесь с настройками. Ну, и когда он у вас заработал, и после объявления протокола SPF, конечно, вы увидите соседа по туннельному интерфейсу. И можно, собственно говоря, уже заниматься построением динамики через него. А какая бывает частая ошибка? Это когда через туннель, через динамику, к вам прилетает анонс сети, по которой вы достигаете, собственно говоря, destination туннеля. И пытаетесь построить свой туннель внутри туннеля, и он тогда разваливается. Вот. Ошибка частая. Ее надо избегать. Поэтому сети, которые вы используете для построения туннеля, их, пожалуйста, в SPF не добавляйте. Ну, не намеренно, не случайно. 70-е. Проверяем сторону 80-х, да. 9.5 это верно. 25-е верно. 29-е верно. Все остальное верно. Шоу-ран. Проверяем, что у нас здесь по статике. На 26-е. А почему на 29-й, 10-8-26 доступно через 29-ть? 9-8-26 доступно через 29-ть. Ошибочка. Смотрите, вы написали, что 26-й доступен через 29-й. Конечно же, наоборот. Ну, давайте я уже, наверное, это поправлю, потому что нету сил на это все смотреть. 29-й IP-адрес. С маской. Ну, вообще, на самом деле, мне же никто не мешает сделать его так. Правда? На самом деле, в принципе. Я 255 использую для простоты у вас, чтобы вам было удобнее прописывать на один адрес. Но знаете, я зачем это делаю? Чтобы вы просто прописывали на одни адреса минимум били сети других, чтобы вы друг другу не мешали. Потому что, как показывает практика, вы... Ничего не так. IP-роуд. Так, все. И теперь do show IP-интерфейс brief. Лежит 80-й. О, поднялся! Классно! Итак, здесь тоже соседи все есть. То есть, наконец... Теперь самое интересное. Я бы хотел потушить... Сколько у нас до конца, кстати, занятия? 5 минут. 5 минут. 5 минут. Да, я бы хотел показать, как работает. Но, блин. Ладно, я тушить тогда не буду. Я сделаю вот так вот. Я попингую наши интерфейсы. Подскажите мне какой-нибудь здесь интерфейс 9596, да? Пинг 10901060995. Это я буду пинговать через тоннель. Смотрите. Теперь, если я буду играться этим значением, а именно выставлю, например, размер... А 9.5 это ваш. Почему 9.5 мой? Вы на 70. Давайте вот так тогда. 9.6. Вот если я вот так делаю, то на самом деле пакеты сейчас разбивались. 1500. Они туда не пролезут на самом деле. Но если я сейчас выставлю DF-бит, DonFragmentBit, помним, в IP-пакете есть такой волшебный битик, DonFragmentBit. Вот. Пробуем отослать. Что происходит? Это означает, что когда он пытается проникнуть с размером 1500 в наш тоннель, тоннель говорит, ребята, DF-бит стоит, фрагментировать я его не могу и никуда его не отсылает, просто убивает его. Обычно возвращается, правда, ACMP-сообщение, что не могу отправить из-за того, что установлен DF-бит. Но в данном случае так не настроено, поэтому он отправляться не будет. У меня вопрос, а какой максимальный размер сюда пролезет с установленным DF-битом? Да. И вот то, что вы поставили, по сути, вот это МТУ, это и есть этот максимальный размер пакета. Вот смотрите, я сейчас 77 поставлю и все. И он не пролазит. А если мы с вами не ставим DF-бит, как обычно идут пакеты, то он начинает его разрезать на два кусочка, да, фрагментировать. Естественно, да. Так, ну и я для записи еще выведу конфиг, вот, и show, run, интерфейс, TU, какое-то у нас там 80, да, да, то есть вот наш конфиг и основные команды отладки. Так, вопросы? Дебрифинг нам нужен? Добавил субтитры, да, 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 да